Дорогие телезрители! Дорогие братья и сестры! Сегодня мы поговорим о паломничестве. И в данном случае о паломничестве на святую гору Афон. Святая гора Афон – это один из уделов Пресвятой Богородицы. Пресвятая Богородица плыла на корабле к своему другу Лазарю Четверодневному на остров Кипр, где он был епископом. И, однако, корабль ветром, волнами прибила к некому полуострову, который впоследствии стал называться Афоном. Это один из полуостровов Греции. И Божья Матерь, когда ступила своей святой стопой на этот полуостров и низвергла идолов, они сами попадали от присутствия Матери Самого Бога, Спасителя Мира. И жители принимали ее как Матерь Божию. Они слышали об этом даже от самих идолов, в которых бесы кричали, «Бегите встречать Матерь Самого Бога Великого на пристань». И Божья Матерь благословила этот полуостров, или так называем прямо островом, для подвига и молитвы монашествующих. И примерно с V века, когда первым подвижником Афонским был преподобный Петр Афонский, эта гора становится местом подвига, молитвы, борьбы с искушениями, бесами монашествующих именно мужчин. И с этого времени много женщин не ступает на эту святую гору. И за это время появилось очень много обителей. Хотя первое время, конечно, это были небольшие кельи в пещерах, или построенные из камней на склонах этих красивейших гор. Первое время монашествующие жили в пещерах, или в небольших каменных кельях, строили небольшие храмы. Но впоследствии появилось 20 великих монастырей. И среди этих монастырей греческих появились и монастыри славянские, грузинский, иверский монастырь, славянский, русский монастырь, болгарский монастырь, сербский монастырь. Появилось очень много скитов, ну и по-прежнему келей, в которых подвизается множество монашествующих. Огромен сон преподобных и преподобно-мучеников афонских. Преподобные и всех национальностей. Это и греки в первую очередь, потому что их гораздо больше, конечно, было там всегда. Это и русские подвижники, ну, такие как Силуан афонский, и многие другие. Это и иные святые. Почему есть преподобно-мученики среди святых афона? Потому что афон часто был соблазном для пиратов, для тех же турок, которые в то время захватили территорию Греции, и территория афона была под Османской империей. Все думали почему-то, что афонский монастырь обладает несметными сокровищами. Конечно, безусловно, там были такие прекрасные и дорогие дары, иконы с драгоценными камнями. Ну, не настолько много всего этого было. Конечно, там знаменитые были библиотеки, и есть по сей день, слава Богу, древние. Но это, конечно, не интересовало тех, которые пытались грабить монастыри, желая найти золото, желая найти драгоценные камни и что-то подобное. И, конечно, в связи с этим они просто иногда из злобы убивали монахов, и поэтому есть преподобные мученики святой горы Афон. В этом году исполнилось тысяча лет присутствия русских на Афоне. И первым монастырем был сегодняшний небольшой скид к Силургу. Это недалеко от Кореи, от столицы Афона, недалеко от Водопецкого монастыря, тоже знаменитого монастыря, одного из первых в списке 20 монастырей. И сегодня, к тысячелетию, он красуется реставрацией, которая была выполнена к этому юбилею, потому что в последнее время он находился в упадке. Вот туда пришли первые русские монахи. Затем им отдали, сегодня называется, Русик, один из бывших скитов, недалеко от Свято-Пантелеймонова монастыря. Он находится достаточно высоко на горе, вдали от моря, и туда уже переселились русские монахи. И только уже после этого, чуть позже, русские построили монастырь на берегу моря, если он сегодня именуется, Свято-Пантелеймоновым русским монастырем на Афоне. И именно он входит в число 20 монастырей Афона. Все остальное – это скиты. Есть и румынские скиты, есть и греческие скиты, как я уже назвал, русский скит, ксилургу и русик, и другие скиты. И, как я уже говорил, множество келей. И сколько в них монашествующих подвижников, даже, наверное, не знают сами Афониты. Только в праздники, великие праздники, все собираются в том или ином монастыре, откуда они вышли, эти подвижники, и служат, молятся и причащаются святых христовых тайн. И причем в гостиницах появилось все больше условий. Например, достаточное количество душевых, там все-таки жарко, пыльного, когда путешествуешь с посажком между монастырями Афона. И какие-то другие необходимые, минимальные, пускай даже, условия для проживания, в том числе и монашествующих. И, как я уже говорил, восстановлен весьма русик, один из скитов. Расписан уникальный совершенно храм, уникальные росписи наших известных, известных художников русских. Иконостас сохранился прежний, который до сих пор блистает сусальным золотом, и иконы как будто бы вот только-только вышли с иконописной мастерской. Кельи восстановлены при этом скиту, и также скит к силу Ругу, тот первый скит, куда пришли русские монахи. И сегодня там несколько храмов восстановлено, небольших, но очень уютных, древних. И, конечно, все это радует сердце. Это говорит о возрождении всей России, всего русского народа, русской православной церкви, когда уже не только мы восстанавливаем то, что есть на территории Российской Федерации, но мы идем к тем святыням русским, которые были издревле и на Афоне, и в Иерусалиме, и в других местах. В этом году мы с группой молодых казаков из Ставрополья, казаков Терского казачьего войска. Я лично сам, возглавил эту группу, посетили святой горы Афон. И, конечно, для ребят, которые не были никогда и в самой Греции, и за границей вообще, посещение Афона было огромным открытием. И напоследок я бы хотел прочитать стихотворение об Афоне, которое часто читали в нашей семье. Гора Афон, гора святая, не знаю я твоих красот и твоего земного рая и под тобой шумящих вод. Я не видал твоей вершины, как шпиль твой впился в облака, какие на тебе картины, каков твой вид издалека. Я не видал гора святая, твоих стремнин, отвесных скал, и как прекрасно дали морская, когда луч солнца догорал. Я рисовать тебя не смею, об этих чудных красотах. Сложить я песни не сумею, она замрет в моих устах. Я знаю, кто тобой владеет, кому в удел досталась ты, тебя хранит, тебя лелеет, царица горней высоты. Царица дивная, царица, народа всех и всех племен. Она царя Христа десница, разрушила твой темный плен. Сквозь сумрак древности глубокой и вижу грешный, как теперь корабль несется одинокий, на нем царя пророка Чель. Несется он из Палестины, на остров Кипр его полет. Вдруг ветер, волнуются пучины, корабль к Афону пристает. На вопульку миров Аполлона спешат Марию все встречать и узнают толпы Афона, в ней Бога истинного Мать. Сия гора рекла царица, да будет жребием моим, от сель прострет моя десница, всегдашний кров над местом сим. Здесь благодать польется чудно, и милость сына моего для жизни сей найти нетрудно достаток нужного всего. А там тебе, афонский житель, слуга мой верный, раб Христов, готова райская обитель, награды веры и трудов. Всего я места не забуду, всегда заступница ему, о нем ходатайствовать буду, по веки к сыну моему. А бед царицы садкозвучный сбылся и злится в чудесах, она с Афоном неразлучна, а фон всегда в ее очах. И рик свой там она являет, беседует к рабам своим, сама судьбы их управляет и бдит над бытом их земным. В добрый путь на святую гору Афон для духовного просвещения и отдохновения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok